Вот здесь был карьер. Глубиной метров 25-30. Поселок, он в общем-то тоже и начинался с этих карьер. Там работал мой папа, он был главным инженером горным здесь. И он меня водил к себе туда на работу, я тогда еще был таракан. И на меня это производило впечатление, искра из этого исподточила, какой-то грохот, шум. Вот, потом эти карьеры пошли, там нельзя было идти, в зале же не очень богатые. Вот тогда стали разведывать, вот в углу туда на панч. А там еще Нюра была, она ушла за Гондаром, за Витью, в Черкизу ушла. А там еще одна девка была, она в САС уехала. Расскажи о домах, вот как они появлялись здесь, вот этот соседский дом, он ведь раньше ваш? Виктор Виктор Викторович. Да, видим раньше. Он что-то 1800... Ну мой 1885 год. Это ваш? Да. А вот его еще раньше? Да, он раньше. Там тоже старуха, они два шага, детей у них не было. Она сама, Анна Ивановна из Черкизова, и там брат погиб, осталось строить детей, и она их взяла на воспитание. Это Сережку сломал этот дом, сделал шлаковый. Вот Сережкина мать была, пришла бы ее, начальник станции, вот где там казармы, тот начальник станции умер. Где Сурины жили? Да, 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 да. Тот умер, она стала за графом ухаживать. А как фамилия граф? Вот если я знал, да. Я шел и у Полинки Ванову спрашивал, и она тоже не помнит. Он низенький такой, граф, настоящий граф. Наш дом был четвертый, как мне говорили. Прадед, четвертый дом. Он работал на железнодороге, обходчиком. И вот откусил, космялся, валы. А жили мы тогда, не я жил, да, мой отец, прадед, отцовый мать, под Коломен станцией. Под Коломен станцией. Так вот, четыре семьи жили. Окна выходили на пути. А там в земле были проложены эти медные трубы. Нежелезно-медные. Это провод? Да. А куда этот провод? Софициально. Заман был там? Нет. Нет, нет, нет. Только фонтан. Для отдыха. Включая, там пионов было. Тысячи пионов было. Очень разных сортов много пионов было. Сейчас тут так скажут. Я ушел на пенсию в 94-м году. А потом думаю, а почему мне не издать газету здесь, в поисках, в своих. Ну, пришел к этому, к своему председателю, глава, вернее, администрации. Я говорю, вот так и так, Юр. Хочу я издать газету в поселку. А я давно вношу эту, вроде бы так. Ну, я собрал материал. Наш поселок, я ее назвал. И пошло, и покатилось. И на свою шею я нажил заботу. И вот уже три года в апреле будет, как я ее выпускаю. Но она один раз в месяц. Но газету ищут, газету ждут. С газетой прямо по поселку. Проходные давали. В 38-м году поселку Пески присвоили статус поселок городского типа. Хотя тут городом-то и не пахло. Вот так он до сих пор и носит это звание. Сейчас он называется уже по новой этой системе. Городское поселение Пески. Почему-то поселение меня удивляет. Поселение на поселение обычно. Ссылали каторжников. А теперь вот везде поселение. Здесь вот Хорошовское поселение, Сельское там. Пески городское поселение. Во всей России, поселение почему-то. Кто-то произнес это. В России огромной есть город Коломна, Откуда начало район наш берет. У Мезенки речки, где сосны, как свечки, Поселок Пески счет эпохом ведет. Вот на такой мотив. Наша библиотека образовалась в 1934 году Вместе с поселком Художникам. Поселком Советский Художник. Это дачно-строительный кооператив, Который по разрешению советского правительства Здесь было разрешено отвезти землю для него. И художники, каждый использовал гектар Под строительство своих дач. Это были рабочие дачи, мастерские, Где художники приезжали и творили, Писали картины, работали. Здесь можно перечислять до бесконечности. Весь, так сказать, соцарт, Наш почти весь бубновый валет. Здесь был и Федоров, и Куприн, и Лентулов. Сюда к ним приезжал и Кончаловский в годы войны. В общем, весь костяк, основной костяк бубнового валета. В свое время, когда мы приехали в это здание, Оно представляло собой настоящий сарай. Мы здесь выкрасили стены и решили, Что стены должны обязательно быть завешаны хорошими картинами. Обратились в поселок художников. Пошли, это где-то был 87-88 год. Нам дарили в музее картины. С каждой дачи, можно сказать, Мы получили по такому замечательному призу картины. Был у нас и Лентулов, был и Глебов. В общем, очень интересные были художники. Ну, конечно, то, что не жалко. Не сказать, что это были картины какого-то первого сорта. Тем не менее, у нас образовалась такая очень интересная галерея. Нет, не мало. Все это одевалось. Представляете, какая Тамара Федоровна взящная была. Вот мероприятие, посвященное Тамаре Федоровне Макаровой. А в этом году ей будет 100 лет. Вот достойно прожитая жизнь. Обычному так. Мы делаем такую экспозицию. Наворачиваем всяческую такую штуку, штуковину. Но, то есть, уже не только библиотека у нас, а библиотека-музей. Нас обокрали в день похорон Дмитрия Холодова. Вошли два типа с пистолетом, с огромной финкой. И срезали прямо здесь висящие картины. Причем они знали уже, что делать. Они уже, наверное, появлялись здесь. Или кого-то подсылали. И обокрали. Приставили, направили на нас пистолет. Настроены они были очень решительно. Срезали у нас занавески, завернули это все. Выбросили рамы, забрали, закрыли нас потом здесь. Вот так, белым днем, это было в четверг. Где-то вот уж внизу, наш поселковый совет, ушли на обед. На перерыв они пришли сюда, открыто. Потом сели на машину и ехали. Здесь две реки, Москва и Мезинг. Это всегда считается хорошее положение населенного пункта. Причем он в устье одной реки и в центре второй реки. Вот Володя Парфенов появился здесь. Ведь тоже из наших лесов все это. Вот мы ходим в лес. А много я вижу этих кап, какие-то капы, какие-то там. А вот он, вот так вот он, наверное, сделан этот человек. Что-то он видит это. Так он сорок лет занимается парень этим, этими делами. Сорок лет. Представляете? Конечно, я в лесу все замечаю, да. Все там, в лесу все можно заметить. Была фантазия. А все можно заметить. Лес, я считаю, для меня это лес, это второй дом. Даже больше. Я считаю, это храм божий. Леса здесь красивые. Очень красивые. Вот я просто любуюсь. Вообще-то наростами занимаются многие любители. Но такие вот огромные поделки, как у меня, вот видите, я думаю, что я не встречал. Образы, они приходят сами собой. Как я хожу, найду где-то что-то, я уже вижу там в лесу, что на первый взгляд может мне показаться. Образ сама природа дает. Ну, это бар. Разве плохая вещь. Это классно. Ну, это вообще классно. Это, смотрите, это же... Я не знаю. Я его зову не сам бар, вот сам этот шкаф-бар, а сам вот этот дед-бар. Понимаете, это его имя, бар-то. Вот главный персонаж. Ну, все почти любимые. Я не знаю, выбрать я даже не могу выбрать. Секретов нет. Ради бога, пусть приходит кто угодно, я же научу любого. Но есть своя специфика, своя вот в данной работе. Это есть. Вот этот нарост, видите, какой он весь. Я уже знаю технологию, как очистка, оббивает тогда, когда сокодвижение. Это, в принципе, не сложно. Вот честно, кажется, сложно. Нет, не сложно. Только чтобы профессионал показал, как это было. Было бы желание. И все. Если есть желание, 50%, считай, уже сделано. Все. Я это выбрал просто. 2-3 раза, 4 показал еще. Вот наросты прикорневые особо. Они дерево все равно погубят. Они опоясывают дерево кругом, хотя бы березу. Я много раз встречал, опоясывают. И они ее задушивают. Душат, понимаете? Сокодвижение вот по этому капу очень сложно идет. Это моя вот личность. Я много встречал. Нахожу кап прикорневой. Думаю, ну ладно, сегодня, завтра я выкорчеваю это там дерево, там, березу. Прихожу через несколько лет. Все, береза, хорошая береза, вроде как мне с чего есть. А кап ее задушил. Я беру деревья живые. Но беру, ну не на пушки я беру, а где-нибудь в овраге, где-нибудь в болоте. Понимаете? Ну где дерево может когда-то погибнуть. Все равно. Я там беру. На пушки, естественно, я на красоте никогда не возьму. Прямо туда и вложи. Не бойся. Не-не-не, ну попасть. Вот так вот. И в угол двигаться. Сможешь подвинуть? Сойду в песках с рязанской электрички, который раз уже в году. Дорогой с молоду привычной я к дому с миром подойду. Тот дом отцовский, дом заветный, стоит, как много лет назад, на той, на нашей незаметной, где лес заходит в палисад, где детство наше заблудилось с беспечным хохотом звеня. Но в этот дом вот так случилось. Нет нынче входа для меня. Но все ж стою я уграды под сенью стареньких берез и говорю себе, не надо, не надо слов, не надо слез. Ну что с того, что сердце студит? Ведь там, за каменной стеной, давно живут другие люди и даже свет в окне иной. Зачем же я, опять как прежде, спешу взволнованно сюда? Мне нет здесь никакой надежды и уж не будет никогда. А счастья у чужих и ищут. Есть старой мудростью наказ. И все ж к заветному жилищу стремлюсь попасть я всякий раз. Что тянет с домом повстречаться? Как эту тягу победить? Зачем же душу рвать на часть? Напрасно память бередить. И я отвечаю сердцем сына на этот каверзный допрос. Что очень крепко, поповинный, я к дому этому прирос. Пусть жизнь меня несет и крутит. Чередой долгих лет лихих мне этот дом Навеки будет гнездом родителей моих. После войны, можно сказать, отовсюду приехали. Вот мы саратовские, у нас очень много. Ну, ведь стоило одному приехать, так все как-то потихонечку сюда ехают. Кто до войны, кто после войны. Здесь и татары, и мордва, и каклы живут. И даже у нас корейцы жили. Вот мы когда еще там жили, в старом доме, там до 12 лет я жила. Там вообще не знаю, кто только не жил. Но всех национальностей, но всех. Начиная и грузины, и туркмины были там, и корейцы с нами жили, и украинцы, и мордва, и татары. Ну все, но мы жили там одной семьей. Да. Или обвести вот этот вот ободочек такой-то. Может быть, оно у вас... У меня была мечта в цирк, когда я занималась акробатикой. Очень даже хотелось. Я написала письмо туда, но мне прислали, что можете приехать, значит, познакомиться, и все. Ну, мама меня не отпустила. Она или побоялась, или что она сказала. Циркачкой ты не будешь. Я не хочу смотреть на тебя, как ты будешь там свои кости ломать. Они идут. А вот они только идут, и то трудоустро. Ну ладно, все, оставим. Прям заливиться? Не надо. Или вот на этот гвоздь. Вот на этот гвоздь. Давай нитку. Вот. Берем нитку, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Потом у меня был вязальный кружок, или у меня даже муж занимался вязанием и на выставку представлял. Кепочку вязал ребятам, носки вязал. Такой свитер себе он связал. Экзоты. Экзоты идут. Экзоты. А тут тоже вынаживает, от этих зонт. А? Это тоже от этих зонт вынаживает. Библиотека. Поселковая. Сейчас тут будут ир. О, а тут мало света, наверное, будет. Сейчас много будет. 12 цветов. Тихо, это как. Я 30 штук банок компота на консервировал. У меня с прошлого года 8 банок осталось. Смородина и вишня пополам. А в этом году я только одну вишню делала. У меня и две банки с соком. А это я делала сок. Я туда напихала вишню, смородину и соковарку. Две полтора литровые банки. А я только одну еще из яблок сделала. Я вам сделала, закрыла. Катя, я вам сделала. Иди, я тебя сейчас портю. Иди на хлебом. Иди на хлебом. О, не подошла. Иди на хлеб. Иди на хлеб. Ольга, дай, дай. Сейчас, сейчас. Сейчас. Выложите. Что-то решил поучаствовать. На стол его нельзя поставить? Может быть, вот сюда можно куда-нибудь? На пол. На пол он не будет смотреться. Ее надо вот на такой вот высоте. А вот там на тот стол нельзя поставить? Тот? Тот? Нет, те столы для овощей. Да. Ну, потом мы перестанем, какой-нибудь поставим. Не поставим. А где-то лучше, да? Да. Это тоже. Слушай, ну, где-то где-то в этом краю вот тряпечет. То есть? Это солнце? Ага, где-то. Ей, скорее всего. Да где же снимается? Ты видишь, у нас все разбито. Вон она залетела, она теперь вся и будет напуганная. И она никак не может вылететь. Она не перепоносна. Железка, надо убрать вообще. Да нет, она уже все. Да, железка, надо вообще-то убрать. Нет, нет. Продолжение следует. Природа человек. Ой, она ведь в какие-то уходит чуть ли не в 60-е годы. Годы или как-то. Это еще старый клуб. Сначала проводили выставку цветов. Потому что цветов в песках было обилие во всех домах. И все мы несли. Несли, и этот клуб утопал в обилии цветов. Ну вот какой-то, я уж не помню, на какой-то там выставке, вдруг стали приносить вот свои поделки. Кто вязание, кто там шитье. То картины стали приносить природу и человек, назвали эту выставку. И там совместили. Где ведь по два есть, может что разбить? Как по два? Ну сказать, а с календарей там. Да ну там это, так и ничем. А может это им по грамоте дать? Ну и давай, а грамоти-то остались? У меня здесь это, они две, что ли, или три. 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 А, чистый, да? Чистый, да. Ну вот, дозвать грамоту дать. Так, и потом сейчас будем проверять. Три. 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 Чистым мужяна. Три. Так, детский bil slashInter improved. Три. Молодцы, мне очень понравились ваши экспонаты, но надеюсь, что вы здесь больше приняли участие, чем наше плодение. Ашивкина Маргарита! Ашивкина Маргарита! Ашивкин, у нас ее вот эти вот картины, вот в Нарвиде, она еще у нас совсем молоденькая, а такие прекрасные, мы ей вручаем грамоту. Ашивкина Маргарита! 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 Ашивкина Маргарита!